МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем сердце навсегда. Сегодня Чувашия вспоминает летчика-космонавта Андрияна Николаева. Проблемы горожан должны решаться. Глава администрации Чебоксар провел горячую телефонную линию. Звучи, родная песня. В Ульяновске чтут традиции чувашского народа. В нашем сердце навсегда. В Чувашии вспоминают легендарного летчика-космонавта СССР, генерал-майор авиации, дважды Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева. Сегодня, 5 сентября, ему исполнилось бы 84 года. По традиции, в честь этой даты прошел митинг на родине космонавта номер 3 в селе Шоршилы Мариинско-Посадского района. Поселок Шоршилы, родина космонавта Николаева. Сегодня 84-я годовщина со дня его рождения. И сейчас здесь готовятся большие торжества. Как принято, Сергей? Прекрасно, Валя. Принято. Прекрасно. Благодаря радиолюбителям Чувашии о том, что наша республика отмечает день рождения своего знаменитого земляка, узнали в разных точках земного шара. Радиосеанс проходил прямо из мемориального комплекса летчика-космонавта Андрияна Николаева. Каждый год, 5 сентября, сюда, в Шоршилы, приезжают первые лица республики. Летчики-космонавты, кадеты, юные космонавты. Словом, все те, кто любит, уважает и чтит память Андриана Григорьевича. Добрейший душит человек. Он никогда ни на кого не кричал, не ругался. Он просто был и специалист, и специалист в нашей области, и человек, который к нам относится поэтически, то есть забота. В этом году погода внесла свои коррективы в планы празднования. Торжественную церемонию решили провести не в мемориальном комплексе под открытым небом, как обычно, а в районном Доме культуры. Актовый зал не смог вместить всех желающих. В первых рядах кадеты, школьники и их учителя со всей республики. Дочь Андриана Николаева, Елена, в своем выступлении обратилась именно к ним. Мой отец, когда был подростком, закончил школу, ушел в Марпасадский район учиться с одной луковицей и картошкой, которую моя бабушка сварила, и завернула просто в тряпочку. И он пешком в лаптях пошел учиться. И он выучился. И видите, каких высот он достиг, кем он стал. Стал известным не только в республике, стране, но и прославился на весь мир. Я вам желаю также покорять высоты. Вместе с мамой в Чувашию приехал и внук космонавта номер три, Андрей Родионов. Девятилетний мальчик, впервые на родине своего легендарного деда. Я его ни разу не видела, я его не помню. Он меня видел всего один раз. Я, если честно, хотела бы стать военным летчиком. Сразу после торжественной части гости направились в часовню, где похоронен звездный сын Чувашии. Еще одна добрая традиция была продолжена сегодня. Две голубые ели посадили в аллее почетных гостей космонавты Василий Циблиев и Владимир Титов. А сразу после этого посетили музей космонавтики и дом-музей, где прошло детство Андреяна Николаева. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Номер три в космосе, но всегда номер один для Чувашии. В Чебоксарах отметили день рождения человека, который видел всю республику, страну и даже планету Земля со стороны. Из улюминатора Андреяна Николаева. Чтобы прийти с цветами к его памятнику, многие приехали в Чебоксары издалека. Не только полетел в космос сам, но и вознес имя республики на космическую высоту. Так говорят про генерала-майора авиации, дважды герой Советского Союза. Андреан Григорьевич за свою жизнь сделал многое. Вместе со своими ребятами из первого набора отряда космонавтов он прокладывал, собственно говоря, путь для пилотируемой космонавтики. Мы гордимся тем, что у нас был такой земляк, как Андреан Григорьевич Николаев. И собрались мы здесь, чтобы воздать дань уважения его памяти. Этот памятник космонавту, который, кстати, первым поработал на орбите без скафандра, поставили к 82-летию Николаева в 2011 году. Цветы у его подножья появляются не только в день рождения Андреяна Григорьевича. А значит, Чувашия действительно помнит своего героя. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с дочерью летчика-космонавта Еленой Николаевой Терешковой. Михаил Игнатьев и Елена Николаева Терешкова обсудили проведение очередной 75-й эстафеты газеты «Советская Чувашия». Напомним, с 2005 года она посвящена памяти дважды герою Советского Союза, почетного гражданина Чувашии и ее столицы Андреяна Николаева. Елена Андреяновна также отметила, что республика меняется на глазах. Появляются новые микрорайоны, объекты культуры, социальные учреждения. В завершении строительства проблемных объектов под контролем властей республики. На очередном заседании рабочей группы, которую возглавил премьер-министр Чуваший Иван Моторин, обсудили, как решаются проблемы обманутых дольщиков. В Чувашии сейчас 353 обманутых дольщика. Но их проблемы постепенно решаются. Дом по улице Южная в городе Новочебоксарск сдадут в конце сентября. Из 28 квартир 18 принадлежат дольщикам. Сегодня заканчиваются установки окон в одной квартире. Это, в общем-то, брал на себя заказчик-застройщик ТСЖ Юг-3. Установить газовое оборудование и дымоходы. Дымоходы, как я сказал, это установка за счет подрядчика. Завершение работ по благоустройству. И оформление документов для ввода жилого дома в эксплуатацию. Строительство жилого дома по улице Урожайная завершится к концу года. С дольщиками проведена определенная работа. У шести дольщиков выкупил права МУПГУКС. С остальными договора переоформлены. И в итоге обманутых дольщиков в этом доме нет. По позициям 53 и 54 по улице Эльгера строительство также идет в установленные сроки. Его планируют сдать во втором квартале 2014 года. Наиболее сложный объект в Чебоксарах – позиция 1 по улице Фучика. Там строительные работы должны завершиться к ноябрю. Но на это необходимы еще 67 миллионов рублей. Премьер-министр отметил этот дом как убыточный и рекомендовал Минстрою заняться объектом детально. Также самыми тяжелыми позициями остаются объекты строительных компаний «Высота» и «Честер». Это дома по проспекту 9-й пятилетки – позиция 3, 78 обманутых дольщиков. И по проспекту тракторостроителей – позиция 11Б – 83 пострадавших от недобросовестных застройщиков. Разработано положение о торгах, которое разослано кредиторам и находится на стадии согласования. Соответственно, остается утверждение начальной цены в арбитраже. И я думаю, что в декабре этого года мы готовы будем этот объект выставить на торгах. По словам представителя компании «Высота», в сотрудничестве с Минстроем они доведут объект по проспекту 9-й пятилетки до конца. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. В Тверской области на трассе М-10 произошла авария, в которой погибли два жителя Чувашии. Столкнулись пять машин, две фуры и три легковушки, двигавшихся в сторону Москвы. При этом фуры и легковой автомобиль загорелись. В результате ДТП погибли два человека, оба из Чувашии, 83-го и 86-го годов рождения. Водитель МАЗа, который по предварительной версии заснул за рулем и стал виновником ДТП, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в реанимацию горбольницы Твери, сообщают в полиции. Причина ДТП устанавливается. Проводится проверка. Алло, я вас слушаю. Сегодня у Чебоксарцев была возможность услышать эти слова от главы администрации города. Алексей Ладоков провел прямую линию и ответил на вопросы горожан. Вот. У нас дождевые воды все смывает. Где техникум связи? Вот напротив техникум связи дорогу ремонтировали, где Сбербанк. Бордюры убрали. Вся вода вниз идет. До Кучаева все смыло. Невозможно ходить. Это звонок не с Дальнего Востока, где наводнение, а из московского района Чебоксар. По словам жительницы одного из частных домов, после ремонта дорога по улице Гражданская осталась без бордюров. И теперь во время дождя вода стекает не в ливневую канализацию, а в огороды и на соседние улицы. На которых, кстати, до сих пор не положили асфальт. Но сейчас под рукой у меня списка программы нет. В этом году мы занимаемся дорогами частного сектора. И сделали уже немало, но до вашей дороги не добрались. Когда до той самой дороги все-таки доберутся, Алексей Ладыков не уточнил, но телефон у горожанки записал. Впрочем, дорожная тема продолжилась. Когда будет дорога по улице Цивильской, Ярмарч и Базалива. Я помню, мы когда здесь заселились, уже прошло 13 лет. 13 лет нам обещают эту дорогу. Ну а сколько обычно приходится ждать обещанного, россияне знают еще по старой народной мудрости. Но не раньше, чем через три года начнется строительство. До 15-го года в планах строительства этой дороги нет. Эта дорога стоит в генеральном плане. Эта дорога необходима городу. Мы будем ее строить, но четко вам сейчас ответить не смогу. У нас в рамках 550-летия города, вы знаете, до 19-го года, мы поставили в план строительство и реконструкцию шести дорог. Одна дорога сегодня строится, это проспект Якулева. В микрорайоне Гладково дороги есть. Жители хотели бы водить по ним детей в детский сад и школу. Только вот школы пока нет даже в проекте, зато многострадальный садик уже успел прославиться в городе. Садик, когда начнет действовать, вот строится садик, но что-то не видно конца. Новые сроки сдачи детского сада уже не раз оглашались. Это декабрь 2013-го. Подрядчику не раз высказывались претензии, поданные иски в суд. В общем, я думаю, что в этом году мы его сдадим. А школу когда начнут строить? Значит, по школе мы на 2014 год, думаю, начнем проектировать. Реальное строительство начнется в 2015-2016 году. Пока по плану так. Вы знаете, у нас же здесь так далеко, у нас же транспорта нет, ездить в город. Школа, это стоимость от 700 миллионов рублей до миллиарда. Это тоже немалые деньги. Глава администрации добавил, строительство школы именно на Гладково в приоритете, но придется подождать. Что ж, одни про знания и про просвещение, а жители улицы Константина Иванова про освещение. Вот у нас дом уже 16 лет, по-моему, если не больше, находится в практически центре города и исторической части. А уличного освещения до сих пор нету, 21 век практически. По уличному освещению мы эту работу ведем. Понятно, что все дворы не удается осветить в течение одного-двух лет, но на протяжении последних двух лет, которые мы ведем работу, дворов 20 мы осветили. Ваш адрес мы записали. Так или иначе, все вопросы взяты на карандаш. У тех, кому глава не смог дать ответ сразу или решение вопроса требует времени, специалисты взяли контактные данные. Кстати, записали их не только представители администрации, но и журналисты. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Компания коммунальной технологии сообщает о готовности к отопительному сезону. Отремонтированы 7,5 километров тепловых сетей. Проведены испытания и промывка оборудования, чтобы при подаче тепла на объекты Чебоксара-Ново-Чебоксарска не было срывов. Между тем, в некоторых СМИ Республики появилось сообщение пресс-службы компании ТГК-5. В нем говорится, что жители Чувашии из-за долгов могут остаться без тепла. Коммунальные технологии и комфорт задолжали ресурсоснабжающей организации почти 500 миллионов рублей. Срок погашения до 15 сентября. Согласно правилам оценки готовности организации к осенне-зимнему периоду, основным требованием при выдаче паспорта готовности является отсутствие задолженности за потребленные ресурсы. Большинство компаний не торопится расплачиваться, поэтому со слов руководства ТГК-5 позиция предприятия в данном вопросе будет очень жесткой. Так, без тепла могут остаться чебоксарцы, которые снабжаются двумя управляющими компаниями в столице республики, и жители Новочебоксарска – клиенты 10 управляющих компаний города Спутника. Все они задолжали ресурсоснабжающей организации 730 миллионов рублей. Чувашская диаспора многолика. Потомки Чувашии и вдали от исторической родины не забывают свою культуру. Чтят и приумножают традиции, обычаи народа и говорят на родном чувашском языке. В гостях у потомков ульяновских Чувашей побывала и наша съемочная группа. Сочные краски чувашских орнаментов, родные мотивы пентатоники и знакомые с детства песни и танцы. Глянешь и диву даешься. И даже не верится, что ты не в Чувашии, а в солнечном Ульяновске. Чуваши по соседству встречаются с особой теплотой. По старой доброй традиции с хлебом, солью да песнями и плясками. Ульяновский чувашский ансамбль «Реветь» пользуется здесь особой популярностью. Без них не обходится ни одно мероприятие. Занимаются они на базе Дворца культуры «Руслан». Регулярно собираются, обсуждают репертуар, составляют планы выступлений. Отрадно отметить, что руководство Дворца культуры всесторонне поддерживает коллектив. Этот коллектив можно назвать поистину жемчужиной среди подобных национальных коллективов. Потому что все годы очень плодотворно работает коллектив. Уделяет самое большое внимание репертуару. И все песни, которые звучат в исполнении коллектива, находят всегда самый теплый, самый искренний отклик в сердцах благодарных слушателей. Коллектив «Реветь» основан еще в 80-е годы прошлого столетия. Но в последние годы ансамбль заметно вырос и обогатился. Изменения произошли с приходом нового руководства. Творческим коллективом занялся известный чувашский композитор, певец Станислав Толстов. Обновил репертуар, стилистику исполнения. Совместно с Михаилом Липатовым занялся хореографией номеров. В репертуар заложил не только чувашские народные песни, но и композиции собственного сочинения. И как будто ульянские поэты ждали его. Появился Станислав Толстов, стали появляться песни на стихи наших ульянских поэтов. Вот первые песни, я как помню. Так уж получилось, что Станислав Толстов, будучи уроженцем Батаревского района, связал свою судьбу с Ульяновском. Корни, наверное, тянут, признается он. Ведь Ульяновская область и большая часть Татарстана – исконно чувашские земли. Здесь проживает огромная часть нашего народа. Огромную роль в возникновении и становлении чувашской письменности сыграла Симбирская чувашская школа, основанная патриархом-просветителем Иваном Яковлевым. По сей день симбирские чуваши чтят и помнят наших предков. И, как завещал Иван Яковлев, живут в согласии с русским народом. Регина Тимофеева, Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Евгений Анисимов. Республика. Минздрав соцразвития чуваши обращается к жителям республики с просьбой рассмотреть возможность принять у себя семьи с детьми, эвакуированные во время паводка на Дальнем Востоке. Всех, кто готов предоставить кровь пострадавшим от стихии, просят звонить по телефону 62 50 70, либо писать на электронный адрес соц12 собакокап.ру. Необходимо указать контактные данные и условия для проживания, которые могут предложить. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова